Приветствую вас, на мой взгляд, ваш вопрос, он представляет из себя не такую простую категорию, как может показаться на первый взгляд, потому что включает в себя два важных момента. Первый момент, это то, что драка, это всегда угроза, вот, и это угроза реальная, и страх при реальных угрозах, это, ну, в общем, нормально, то есть это нормально, бояться каких-то реальных угроз, которые могут произойти, потому что, ну, совершенно очевидно, да, что в драке вы можете пострадать, совершенно очевидно, что вам могут навредить, вот, ну, в драке, вот, и так далее. То есть это, это все реально, и ваш страх, он скорее помогает, чем, чем вредит. Здесь, ну, просто потому, просто потому, что это защитный реактивный, защитный механизм, это инстинкт самосохранения, вот, это нормально. Поэтому здесь скорее дело не в том, как убрать страх, а в том, как сделать так, чтобы он, ну, не появлялся, то есть чтобы не было угрозы вашей жизни, например. Вот это мне кажется куда более, в общем-то, важным, куда более серьезным и куда более ценным, вот, потому что страх, если вы здоровый человек, страх будет появляться всегда, когда вы, соответственно, вступаете в драку, вот. То есть здесь нужно, значит, только предпринимать действия для того, чтобы, ну, страх не был обоснован. Да, то есть, например, например, как вам сказал мой коллега, походить на секции единоборств, чтобы иметь возможность себя защитить, вот, чтобы не бояться, соответственно, ну, и так далее. Вот, это первый момент, да, то есть в любом случае, в любом случае всегда человек будет испытывать страх, перестань, лицом опасности, это нормально. Вопрос в том, насколько, насколько, насколько это контролируется человеком, да, насколько он владеет, допустим, собой, да, и насколько это оправдано. Ну, то есть, вот, подобное подвергание опасности, значит, себя, там, своей жизни и так далее. Ну, и, соответственно, четкий план нужен того, что вы делаете в случае, если оказываетесь в такой ситуации, да, то есть, ну, то есть конкретно, конкретно, вот, конкретно, что вы делаете. Это вот, значит, такой аспект. Дальше. Следующее. Это некий негативный опыт, который у вас, значит, ну, появился в результате проигрыша. И драк вы боитесь либо из страха боли, что является одним моментом страха боли, либо страха проигрыша, что является другим моментом. То есть, страх, ну, страх поражения, скажем так, является другим аспектом, вот. И то, и другое, вещи разные, и то, и другое, в принципе, представляет из себя определенный запрет. То есть, грубо говоря, я, например, не могу проиграть, допустим. Или я, например, не имею права проиграть. То есть, это вот такие догматические установки, которые не позволяют человеку жить, ну, свободно. Вот. Это вот такой момент. Следующий момент. Для чего вы деретесь? Зачем вы это делаете? То есть, какое, ну, какое значение вы придаете дракам? Как правило, люди через драки пытаются что-то доказать. Например, следует, 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 следует жизненному сценарию, допустим, будь сильным, да, никогда не проигрывай, там, и так далее. То есть, этот сценарий, его можно скорректировать, да. То есть, то есть, здесь ключевой аспект, это то, каким значением вы наделяете драки, если вы деретесь, например. Вот. Я думаю, что так можно вам, в общем и целом, ответить на вопрос. Вот. Значит, эм... Мой коллега, эээ, пригласил вам поработать гипнозом, да? Эээ, ну, с вами. Вот. Не то, чтобы я, ээ, против, вот. Эээ, просто, эээ, мне кажется, что, эээ, со драком лучше работать, эээ, постепенно. Вот. Не торопясь. Вот. Исследовать его природу. Вот. И, соответственно, уже, ээээ, тогда будет более понятно, с чем он вызван. Эээ. Ага. Было бы здорово, если бы вы, эээ, задавали себе вопрос. Эээ, что такое, знаете? Ну вот, во время, эээ, момент, моментов, в которых вы боитесь, да? Эээ, вы задавали себе вопрос. Эээ, чего я боюсь? Эээ, что, что сейчас происходит? Эээ, вот. Эээ, чего я хочу? Эээ, вот. То есть, эээ, вот эти моменты, да, они, очень важны, как мне кажется. То есть, ну, эээ, контроль. По весу взрослого, то есть, боится ребенок, да? Как, как, когда вы боитесь, вы впадаете в детское, в детское состояние. Вот. И, соответственно, по этому детскому состоянию можно, определить, эээ, собственно говоря, что произошло. То есть, у вас в детстве, эээ, были некие травмирующие, эээ, моменты, да? Вот. Которые, соответственно, теперь на нас влияют. Эээ, вот. То есть, может быть, может быть, эээ, ситуации, которая была, уже нет. Эээ, оснований для того, чтобы бояться, эээ, нет, ну, тоже нет, да, оснований. А вы все равно боитесь. По привычке, по ошибке, вот, так сказать, по эмоциональным следам, но вы боитесь, по-прежнему. Вот. И анализ, эээ, то есть, включение взрослого компонента, эээ, здесь вам тоже поможет. Вот. Вот. Вот так, эээ, то есть, понятно, что страхи, вы не боитесь, боитесь не самой драки, а того, что за ней, например, кроется, да. Того, что, эээ, она влечет за собой, для вас. И вот это значение, эээ, и, собственно, ээээ, ну, нужно пережать. И сейчас. Вот. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи. Ай-пэй. 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 Продолжение следует...